Праздник, посвященный главному человеку в жизни каждого, отметили в городе профессии Нордвилль. На этот раз в центре внимания оказались не дети, а их мамы. Красивые, волшебные, грустные, улыбчивые. Более двухсот портретов мам глазами детей украсили вернисаж, открывшийся в Нордвилле по случаю Дня Матери. В течение месяца дети трех лет приносили творческие работы в разных форматах. Кто-то рисовал, кто-то делал аппликации, кто-то даже сделал небольшую мукасольку. Пока дети осваивали профессии, их мамы могли заняться собой. Косметолог с помощью специального аппарата провела всем желающим диагностику кожи лица и дала рекомендации по уходу. Я услышала объявление, которое здесь было для мамочек. Сегодня вот такая вот конфликтация бесплатная. Мы с подругой подошли и проконсультировались. Получили очень много интересной информации о себе, узнали что-то новое. Дети по традиции поздравляли своих любимых мам подарками, сделанными собственноручно. Я подарила открытку и сделала из пластилина подарок. А ты? Я открытку и рисунок сделала. Я ей сделала вот такую же бюзе, только она была не цветочком и несъедобная. Она была из бумаги сделана. В садике сделала гирлянду, поцеловала, нарисовала открытку. Но главный подарок для любой мамы – это, конечно же, счастливый ребенок. Ну, наверное, как для любой матери, это чтобы здоровый ребенок был. И чтобы у нее всегда было хорошее настроение. И, наверное, любила всех. Домашние хлопоты, суета и забота – вот традиционная составляющая маминого графика. Расслабиться и отвлечься от повседневности прекрасные дамы смогли на мастер-классе по созданию цветочных композиций. Полчаса творческой релаксации мы сделали вот такие очаровательные флорариумы. Но хорошенького понемножку, ведь нас ждут главные цветы жизни – наши дети. Владлена Романова, Сергей Минин, Регион 29.